Доброе утро всем, кто присоединился к нам. Давайте узнаем, какая погода нас ожидает сегодня. Практически в каждом городе Северного Кавказа прошли презентации необычной книги автора Любови Кулаковой. Необычность издания в том, что эта книга-поэма по мотивам Тихого Дона. О том, как появилась идея книги и о чем сюжет поэмы, автор расскажет в эти минуты в нашей студии. Моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Любовь Алексеевна. Я благодарю вас за то, что вы нашли время, приехали сегодня к нам в гости. Тем более вы приехали так издалека, из Испании, где вы проживаете уже последние 16 лет. Но тем не менее, естественно, вы часто приезжаете на родину, потому что вы человек творческий, вы пишущий человек. И вот произошла такая интересная вещь. Вы по мотивам Тихого Дона написали поэму «Тихий Дон». Как возникла эта идея? Как долго работали? Вы поклонница Шолохова? Как это произошло? Скорее всего, я поклонница Гришке Мелехова, потому что они приезжают к нам в Усинск, мы живем на севере, и мы с ним на сцене целовались. Мы с ним общались на сцене. Это замечательный человек. И мне нравится Аксения. Я очень люблю любовь. Имя мое, наверное, такое. И я описала в этом романе только любовь. Я все военные действия опустила. Только любовь. Ну, это то, на чем построен мир, я считаю. А как долго вы писали эту поэму? Очень написала быстро. Я написала ее за три месяца. Угу. Угу. Что вас вдохновляло? Вот только любовь? Только любовь. Только любовь вдохновляла. И Гришка Мелехов. Ну, это было все. Если вы на сцене видели его, как он на сцену заходил. Ну, мужик. А скажите, пожалуйста, у вас есть другие произведения? Сейчас я... У меня два сборника стихов. Сейчас на третье готова литература. И я в работе. У меня роман о моей семье пушкинских корнях. Я девичья фамилия Моя Пушкина. И сейчас пишу, как Тихидо написала в стихах, так и фильм «Красотка» с Е. Дамгером и Джулией Руберц. Угу. Насколько я знаю, была уже презентация книги. Она была в Испании или в России? Расскажите об этом. Она была в Испании. Презентация книги. Я с этой книгой прошла от Махачкалы до Новороссийского Черкасска. Мы приглашали все казачества, все станицы казачьи, на казачьи круги, на казачьи праздники. То есть книга моя уже звучала и звучит по всему Кавказу. Угу. Над чем в ближайшее время будете работать? Скорее всего, это выпуск четвертой книги сборника стихов. А потом буду дорабатывать, наверное, все-таки свои корни собирать. И, ну, Пушкин их в кучу. Угу. Ну что ж, Любовь Алексеевна, я благодарю вас за участие в нашей программе. Конечно, я желаю вам творческих успехов. Спасибо вам. Спасибо вам. Удачи. Спасибо нашей гостиной. Следующий выпуск «Вестей» смотрите в 11.45 с ведущей Аллой Динаевой. Хорошего продолжения дня. До завтра.